Приветствую зрителей канала GadgetLetnik.com, любителей дешевых китайских трэш-гаджетов и чего-нибудь нормального. Но сегодня снова почти трэш. Но прежде чем я начну распаковывать вот эти вот посылки, рассказывать, почему их целых две, хотя товар был один, я хочу показать вот этот квадрокоптер и извиниться перед производителем и перед самим квадрокоптером. Пожалуйста, извини, он не настолько плохо, насколько я думал. Просто он настолько дешев, что я подумал, ааа, он даже летать не будет. Я вообще даже боялся, что одну коробочку прислали. Нет, реально, квадрокоптер за ту стоимость, я до сих пор не озвучивал стоимость, но многие зрители угадали. Очень дешево один раз сходить в ресторан, но при том, что вы раз сходите в ресторан покушать и все, а на этом можно, думаю, летать достаточно долго. Расскажу в полном обзоре и в полном обзоре скажу стоимость. Но я уже протестировал, и эта камера снимает, и вот эта вот, не, 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 не это. И вот эта вот камера снимает, можно переключаться в приложение, можно смотреть с телефона, можно смотреть в VR очках, все это протестировал. Прикиньте, летает, снимает, насколько далеко, насколько долго. Вот все это в полном обзоре. Но я, честно говоря, в шоке, потому что боялся, что он вообще не взлетит. Минимальная стоимость таких квадрокоптеров, сразу скажу, они не такие хорошие, не такие крутые, крутые, как этот, 80 юаней. Можете сами перевести в рубли. Это что там, что там? Ну, примерно, примерно, 500, да? 500 рублей за 500 рублей. Офигенная игрушка не только для детей, но и для взрослых. А эта игрушка для меня. Заказываю. Вы уже знаете, что это, конечно же, по названию. Это игровая консоль. Я ретроград, я до сих пор Марио люблю. Я, ну, Марио, в смысле, то старое Марио, где ты-дым-ты-дым, вместе бегаем, динозавров убиваем. До сих пор танк 90 люблю. Так вот, заказываем вот эту игровую консоль. Ее стоимость озвучу. Вот конкретно это 288 юаней. Вместе вот с этой посылкой. Но есть более дешевые варианты за, сейчас скажу, 120 юаней. И там при этом будет подписано PSP. То есть вы вполне можете нарваться на какой-нибудь розыгрыш. Вам скажут. Мы вам, если вот вы там что-нибудь сделаете PSP, пришлем. Они могут прислать вот такую PSP. Имейте в виду. У китайцев прямо написано, что это PSP. На этой коробочке тоже написано PSP. Итак, открываем вот эту вот коробку. Обалденно огромная коробка. И здесь одна SD карточка на 8. Да, правильно. На 8 гигабайт. И здесь должно быть 2000 игр для вот этой вот игровой консоли. Дело в том, что таких, таких поделок китайцы выпускают сотнями, тысячами не просто экземпляров, а разных модификаций. Я еще лет 10 назад вам показывал игровые консоли, которые могут делать то же самое. И честно говоря, эта консоль недалеко ушла от того, что я показывал 10 лет назад. Но фишка в том, что они, во-первых, подешевели. Во-вторых, вроде как качество улучшилось. То есть, подешевели и качество улучшилось. Так вот, присылают нам вот эту вот коробочку. И в треке написано, все, вы уже получили товар. Мы говорим, какой товар? Вы забыли консоль игровую? Мою Дэнди сюда положить? Они говорят, мы вышлем второй посылкой. Мы такие, в смысле? Вышлите? Да давай, открывайся. Ну, в общем, я не знаю почему. Я не знаю, из-за чего. Вот эта вот SD-карточка, на ней находится 2000 игр для вот этой вот приставочки. И приставочка пришла отдельно. При том, что они пришли с разных адресов. Мы подумали, что, возможно, качество вот этого товара очень плохое. Они присылают вот эту SD-карточку, вы распаковываете, типа, и начинаете спор открывать. Но, так как вы уже это получили, там будет написано, что 7 дней вы как это получили, а это придет позже, и вы не сможете подать заявку. В общем, мы подумали, что какой-то обман. Потому что, возможно, качество вот этого товара ужасное. Если 7 дней прошло, мы уже не сможем вернуть деньги. Мы можем что-то там оспорить, но не полностью вернуть. В общем, какая-то заморочка. Я до сих пор не понимаю, почему, если вы знаете, почему иногда вот такое происходит. Заказываешь товар, присылают двумя посылками с разных адресов. Вообще не понять, как. Одну позже другого. Наконец-то дождались, да? Консоль. Называется модель X51. 5.1 это размер диагонали. Вот это они называют PSP. Давайте еще немножко покайфуем. Есть два USB-разъема. Можно подключить два джойстика. Ладно. Два манипулятора для того, чтобы играть. Есть HDMI. Где HDMI? Вот. HDMI выход на телевизор. Есть OTG, через который. А, еще и DC. То есть, и заряжается через это. И можно что-то подключить. И SD-карточка, вот, собственно, которую прислали. Но, конечно же, не только в эти игры можно играть. Можно играть во все, что угодно. Что вы сможете найти в интернете. Потому что это, это обычный телефон. Ну, не телефон, это устаревший телефон с эмулятором игровых приставок. Вы же знаете, что сейчас не обязательно иметь вот ту старую, я не знаю, чем. Сони Плейстейшн, Дэнди. Для того, чтобы... Type-C. Все новенькое. Это современный гаджет. Это не какое-то там древнее старье. Все на английском языке. С одной стороны, все на китайском языке. С другой стороны, коробочка. Ну, коробочка соответствует цене. 288 юаней вот за эту модель с вот этой SD-карточкой. Без SD-карточки можно купить дешевле. Так, эти разъемы я вам озвучил еще на коробочке. Нет, тут вот. Вот, все это я показал. Джойстики. Ну, слушайте, ну нормально. Можно купить точно такую же игровую приставку. Я не знаю, как даже правильно называть это устройство. Но почти в два раза дешевле. Если вот этот экран будет не IPS, а TeV. Кнопка регулировки громкости. Даже не кнопка, а вот такая вот крутилка. Верхние стики. L1, R1, L2, XY, B. Крестик, включение. Я ищу кнопку старта. Вот, кнопка включения. И это маленькая-маленькая кнопочка сброса, которую можно нажать только чем-нибудь острым. Ну ладно, мне интересна кнопка включения. Нажимаем. Конечно же, well... Точно IPS матрица, да? Никакой защитной пленки нет. Смотрим под разными углами. Ну да, да. IPS, IPS, точно IPS. Указано, что здесь стоит Linux. Какой версии, чего, об этом я вам расскажу в полном обзоре, если вас заинтересует эта консоль. Дело в том, что эту консоль продают также на Алиэкспрессе. Да ее много где продают. Так и называется. Тут не только эмуляция игровых приставок, но также игровых, как это называется-то, экран не сенсорный. Фу-фу-фу. Также игровых автоматов и много-много чего еще. Поэтому имейте в виду. Но! Особенность в том, что здесь стоит процессор. Точнее даже не процессор, а ядра процессора 10-летней давности. Помните, может быть, если вы откроете старые-старые видеоролики на гаджет летником, вы там услышите процессор с ядрами A9. Вот здесь как раз эти самые ядра A9, которые... Видите, я вставил SD-карточку, там сразу подгрузились игрушки. Но я не знаю, куда ткнуть даже. Не знаю, где-то даже не... Вот как... X, Y... Играет музыка. Супер! Супер! Супер игра! И... Вау! Street Fighter 2! Отлично! Так, а громкость? Это... По-английски написано. Не только китайские игры. Я, честно говоря... Бросьте монетку. Как бросить монетку? Я думаю, нажать старт надо. Нет, не старт. Оба-на! Пуш, то старт. Пуш. Пуш. Пуш ап. Пуш ап. Пуш ап. Ну... Так. Прикиньте! Стереозвук! Ну, поехали. Опять insert coin. Будем играть за русских! А-а-а-а! Это я, да. Вот я... Я слева, для тех, кто не понял. Пам! Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам! Бых-бых! Ногой, ногой, ногой в рожу ему! Ну, первый уровень должен быть простой для того, чтобы выиграть и заинтересовать игрой. На-на-на-на! На! Да, он меня вообще ни разу не ударил. На-на! Получай! 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 Я думаю, дети от такой графики просто офигеют. А-а-а! Мы вин! А, еще... А-а-а! You win! Перфекция! Запрещается смотреть! Смотрите, там по-русски написано! Офигеть! Мы с вами выиграли! Батарея почти села. Консоли отличаются не только качеством экрана, но также... Также качеством исполнения, объемом памяти и многим-многим другим. Имейте в виду, что такого же вида консоли можно купить и в 2-3 раз дешевле. Я купил за 288 юаней с SD-карточкой на 2000 игр. Которая вам, скорее всего, не понадобится, потому что все эти игры на китайском, а на английском и на русском можно скачать из интернета. Вполне спокойно. Давайте распаковку оставим распаковку. Если вам понравилась вот эта, хоть чем-то заинтересовала консоль, вы пишите в комментариях, потому что... Я не знаю, вообще, стоит ли на такое делать обзор? Или я это купил для себя, для того, чтобы чисто поржать? Ну и сейчас, конечно же, немножко побалуюсь, несмотря на то, что у меня очень мало времени. Через несколько дней я уезжаю в большое путешествие. Но эту консоль я, скорее всего, возьму с собой. Так, так. Иногда где-нибудь в самолётики повтыкать. И для того, чтобы потестировать. Я думаю, это интересная вещь. Сборка. Сборка, ну, вроде нормальная. Ничего нигде не болтается. Но всё-таки 288 юаней. Прикольно. Ну, прикольно, прикольно. Ну, я не знаю, что просто рассказать вам в полном обзоре. Показать все эти игрушки, ну, это же глупо. В общем, жду вашего отклика обратной связи. И тогда уже решу. Насчёт всего остального. Показывать, не показывать. Играть, не играть. Вот все эмуляторы, которые здесь стоят. Game Boy Advances. Я большинство, честно говоря, даже не знаю, как они переводятся. PS. PlayStation. Да? Да? Ведь так? Увидимся на канале GadgetLetnikom. Это была трэш распаковка игровой консоли Model X 51. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok